Всем респект, братва! С вами Мародёр 120 Гигабайт, и я хочу поделиться с вами впечатлениями об одной из самых ожидаемых игр года. Капрофил... Старфилд! 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 Игра, которую ждали многие любители космических игр, в том числе и я. Мне так не терпелось, что я купил премиум издания за 8 с половиной тысяч рублей, блядь! В жизни столько денег на игру не тратил. Конечно, это было сделано для того, чтобы хайпануть на Твиче, но я соснул, так как конкуренция всё равно была огромная. Но зато к официальному релизу я успел наиграть 40 часов в эту игру, и мне есть что про неё рассказать. Сразу оговорюсь, это не обзор. Игра огромная, и полное мнение о ней составить даже за 40 часов нельзя. Однако, конечно же, мне есть что сказать. Игра одновременно разочаровала и порадовала. И я хочу с вами поделиться своим мнением, но без стандартного нытья, которое сейчас так модно у геймерского комьюнити. Ну серьёзно, как бабки, блядь, старые жалуются на всё подряд заебали. Но и без поклонения Тодду Говарду. Я просто как адекватный человек хочу рассказать вам, что в игре плохо, что очень плохо, а что хорошо. Но заранее, спойлер, эта игра вообще не для всех. Никакой революции мы не дождались, к сожалению. Ранее я записывал ролик о том, что не стоит ждать от Старфил чего-то сногсшибательного. Где-то мои опасения оправдались, где-то не оправдались, где-то игра меня удивляла в хорошем смысле, где-то в плохом. Так что давайте быстренько пройдёмся по тому, что мне в игре понравилось, а что нет. А вы не забывайте подписываться на Телегу и на Твич, чтобы быть в курсе последних новостей и общаться не только в комментариях, но и в онлайне. Кто не подписал, что плох, а мы начинаем. Погнали. Ещё расскажу, что эта игра огромная и многого я не видел. Например, я вообще не строил базу ещё, говорят, это сильно позже в игре появляется. Однако основные механики игры я видел и про них и буду рассказывать. А также про то, какое впечатление в целом игра оказывает, если ты не предвзятый, но ещё и дурачок, но и не страстный обожатель беседки. Итак, что в игре действительно плохо? Во-первых, и про это уже многие сказали, у игры ужасно нудное и не особо интересное начало. Дело в том, что это как бы обучение и ввод сюжета игры. Сам сюжет игры как бы особо не блещет какими-то интригами и интересными событиями. Я знаю, что он короткий, вроде проходит часов там за 15-17, но играл я не только в сюжетной миссии, поэтому за 40 часов я как бы только подобрался к каким-то там более-менее интересным событиям. Спойлерить не буду, но я как бы сразу не ожидал от сюжета чего-то прям захватывающего. Всем известно, какие сюжеты делает беседка. Однако тут дело не только в сюжете, а в том, что на старте у тебя мало возможностей, корабль плохо рулится, стреляется тоже не так интересно, пушек мало, вечно не хватает патронов, половина интересных механик недоступна. И вот пока ты всё это открываешь, игра может утомить. Очень много людей ругают беседку, что они так стянули начало и ругают заслуженно. Первые часов 10, я думал, что игра прям очень-не очень, однако позже стала интереснее, но об этом поговорим в плюсах. А сейчас продолжим о плохом. Следующее, что лично меня очень сильно разочаровало, у меня жопа разрывала на стримах, это космос. Ху**ый космос, ху**ый беседка, плохой космос, очень плохой космос, б**. 5 часов, 6, 7 часов я ною, что ху**ый космос, б**. Сколько ещё часов я буду ныть, какой тут ху**ый космос. Эта игра не про космос. Да, он номинально есть, но почти все события игры происходят не в космосе, а на планетах, станциях и так далее. На самом деле это было ожидаемо. Во-первых, беседка не обещала никакого живого космоса, они тактически отмалчивались на эту тему. Во-вторых, беседка никогда не делала таких игр про космос. Но я всё же ждал, я ожидал увидеть какое-то подобие фрилансера или космических рейнджеров в 3D, где я вылетаю с планеты, лечу в другой, по дороге мне встречаются всякие космические корабли, с ними можно переговариваться, торговать, грабить, находить квесты и так далее. И вот самое ужасное, обидное для меня, что да, можно торговать, можно грабить, но вы не можете пролететь от одной планеты к другой. Космос это просто ещё одна локация, вы как будто находитесь просто на орбите какой-нибудь источник интереса, планеты или станции. Вы там тусуетесь, если хотите пролететь дальше, открываете карту и тупо телепортируетесь. Не, ну можно, конечно, телепортнуться и без карты с помощью интерфейса, однако это всё ещё тупо запуск загрузки локации. Нет никакого ощущения космического путешествия, беседка пыталась сделать что-то интересное с управлением кораблём, где там можно распределять мощность между его системами, но это почти нигде не нужно. Даже в бою это не особо надо менеджерить. На планеты приземлиться самому без телепортов нельзя, они тупо не приближаются, пока ты к ней летишь. Ну то есть как бы они вроде приближаются, но очень медленно. Кто-то там летел 8 часов до планеты, долетел, пролетел сквозь неё. Короче, полный отстой в этом плане. Ну в первые несколько часов ситуация с космосом совсем плохая, космогеймплея просто нету, он появляется позже. А до этого вы просто телепортируетесь через меню, блять, это отвратительно, это ужасно. Кто это придумал? Зачем? Какой космос? Что это за херня? Ну ладно, о космогеймплее я расскажу чуть попозже, в позитивных моментах, ибо он всё же есть. Однако общей концепции игры это не отменяет. Космос это просто локация, где ты сможешь постреляться. Нормально летать по системам нельзя, и это очень, очень плохо. Наверное, самый жирный минус игры. Следующий минус, он вполне ожидаемый, учитывая движок игры. Это бесконечные экраны загрузки. Хочешь приземлиться на планету? Загрузка. Перемещаешься в городе между локациями? Загрузка. Улетаешь? Загрузка. Прыгаешь в другую систему? Загрузка. В другой систему хочешь приземлиться на планету? Загрузка. И так далее. Это, конечно, полный пи***ц. Загрузка, конечно, на SSD не очень долгий, но заколебать успевает за первый час игры. Даже не вздумайте устанавливать эту игру на обычный HDD. Вы просто повеситесь через час игры. Вот, всё. Это откровенные минусы игры лично для меня. Дальше пойдут спорные моменты. То есть то, что не очень хорошо, но могло быть и хуже. Так что, как бы, ну их хрен с ним. И первый такой спорный момент — это оптимизация. Техническая игра не идеальна, и в городах FPS падает. Даже на моей 4080. Однако стоит погнуть, что я играю в 4К на максимальных настройках графики. Если локация не очень большая, то FPS довольно стабилен, но где-то на открытых локациях, и особенно если есть куча освещения, FPS начинает падать. Не прям критично, но неприятно. Так что, возможно, обладателям не топовых компов придётся поиграться с настройками, чтобы добиться более-менее комфортной игры. Поддержки DLSS тут нет. Это, правда, можно исправить модом, который оперативно вышел. Но вы не забывайте включать FSR, поставьте его процентов там на 60. Так картинка не сильно портится, но FPS подрастает. Второй спорный момент — генерируемый контент. В предыдущем видосе о Старфилд я говорил, что вот эти вот тысячи планет — это на самом деле как бы тысячи пустых планет, где, может, что-то и будет, но ждать проработки каждой планеты не стоит. Так оно и случилось, приземлиться можно в любое место суши на любой планете, и там даже что-то будет. Какая-нибудь база, аванпост, может быть, даже какой-нибудь мини-квест. Ну, почти всё это сводится к тому, что ты заходишь, убиваешь, лутаешь, улетаешь. Покатят, чтобы формануть кредитов, предметов с трупов там на продажу, ну и опыта, но не более. Третий спорный момент — классика. Инвентарь. Тут всё ожидаемо дурацкий, неудобный, без необходимых типов сортировки и так далее. Короче, классическая беседка. Инвентари они никогда не научатся делать. Помещаю это в спорные моменты только потому, что точно выйдет мод, который это дело поправит. Четвёртый спорный момент — станции. Они есть, и их немало, но все они какие-то крохотные. Я ожидал космических городов, где можно в баре, брать заказы, где нужно тусоваться, чувствовать себя космическим путешественником. Но нет, все станции — это либо те же авенпосты из планет, где надо просто всех убить, залутать, либо какие-нибудь торговые станции, где можно купить, продать корабль или что-то из инвентаря. Мизерные размеры, никакой романтики. Может быть, где-то в игре есть станция, где будет какой-то город, но я пока такой не нашёл. А это в любом случае значит, что их мало, либо вообще нету. И это меня печалит. Так, всё. Вроде игру поругал, вы довольны, лайк уже прожали за хейт. А теперь будем разговаривать о хорошем. Ведь я провёл как-то в игре 40 часов, как-то получилось, у меня есть и городка хреновая, но дело в том, что у неё помимо недостатков есть ещё и достоинства. И первое, что бросается в глаза — графика. Кто-то там на неё жаловался, ну боже мой, ребята, что у вас с глазами? В игре отличное освещение и очень детальная прорисовка объектов окружения, костюмов, оружия, кораблей и так далее. Я не говорю, что графика идеальна. Да, этот странный цветовый фильтр местами выглядит не очень, особенно в темноте. Да, лицевые анимации отдают эффектам зловещей долины местами. Да, тени иногда подглючивают, но в целом. Графика отличная, общее впечатление просто великолепное. Особенно это касается работы с Артом и пресловутого стиля Наса-панка, о котором говорила беседка. Города тоже выглядят достойно и разнообразно. Имха, графика, очень атмосферная и вполне современная. Я вообще не понимаю претензий в сторону графики, если честно. У некоторых они есть, но, ребята, блядь, ну, не играйте на минималках, что тут могу вам сказать. Извините, конечно, да, либо не нойте. Второй плюс, боевая система. Ей, правда, тоже понадобится время, чтобы раскрыться. Сначала игры мы просто имеем стрельбу примерно на уровне Fallout 4. Это неплохо, но и не прям хорошо. Но со временем, открывая новый вид оружия, новые способности, боевка играется очень весело. Единственное, что плохо, это и противников. Надеюсь, беседка его поправит, ибо они тупее вашего младшего брата и часто совершенно не хотят жить. В остальном оружия много, оно разнообразное, по-разному чувствуется. На открытых поверхностях бои интереснее, чем в помещениях, потому что есть джетпак. Гравитация влияет на восприятие боевки, невесомость, там вот эта отдача в невесомости тоже присутствует, но это круто, это реально прикольно. Так что я считаю, что в целом тут прогресс у беседки налицо, хоть и есть как бы еще над чем поработать. Третье, в чем я заметил, прогресс диалоги. Они значительно лучше в Фоллауте и Скайриме, без всяких там сарказмов и тому подобного. Во-первых, появилась какая-никакая нелинейность. Диалоги можно закончить по-разному, и это может привести к разным последствиям. Кроме того, ваши ответы часто влияют на отношения с вашими спутниками, которых, кстати, вроде как можно романсить. По крайней мере, такую опцию я видел в диалогах. Но до конца пока ее еще не раскрыл. Вряд ли в игре есть секс, что мы, конечно же, осуждаем. Тут остается только тракать все подряд в Baldur's Gate 3. Однако сам факт того, что можно кого-то заромансить и развивать с ним отношения, тоже в плюс. Ждем мод на секс. Плюс в диалогах появилась система убеждения, которая может повлиять на исход диалога в вашу пользу. Это, конечно, не Baldur's Gate 3, опять же, но все же прогресс для беседки налицо. Четвертое, что радует. Обилие контента. Квестов в тьма. Они валятся на вас в крупных городах, как из водопада. Какие-то из них занятные, интересные, какие-то максимально филерные и проходные. Но на что точно нельзя жаловаться, это на то, что контента мало. Я понимаю, многие взводят, что качество превыше количества, и я полностью согласен. Однако никто не мешает скипнуть скучные квесты и заниматься только тем, что вам интересно. А интересные квесты есть, поверьте мне. Но тут вы должны понимать, что это беседка, что тут все как у беседки. Без особых катсцен и так далее. Это не масс-эффект, это не Ведьмак. И вот тут я хочу перейти от плюсов к тому, для кого вообще сделана эта игра. Итак, если вы хотели космосим, какую-то космооперу с захватывающим сюжетом, катсценами, вам не сюда. Это чистой воды песочница в стиле беседки. Со всеми старыми добрыми проблемами и старыми добрыми положительными моментами. Беседка не смогла сделать революцию. Мы не получили что-то супер новое, супер необычное и значимое, как тот же Baldur's Gate 3. Но мы получили неплохую игру в узнаваемом стиле от беседки. И я бы даже сказал эволюцию, если сравнивать с предыдущими играми студии. Улучшенные диалоги и прокачанный, хоть и старый движок, работа над собой все же видна. Но есть куда еще стараться. Да, сначала я был разочарован, проходя начало, я думал, что все очень-очень плохо. Однако потом со мной случилось несколько интересных вещей. Например, став идти по сюжету, я просто в какой-то момент прыгнул в рандомную систему, где со мной связался фермер, сказал, что у него проблемы и нужна помощь. Я приземлился на планету, поговорил с ним, и он рассказал, что в этой системе несколько семей, которые раньше держали связь, но постоянно срались между собой. Они занимались там различными вещами, живя на своих разных планетах, и не особо ладили. Но тут в систему пришли бандюганы, уничтожили их спутники, и начали мочить семьи по отдельности. И он просит починить спутники, чтобы связаться с ним и объединиться против нападавших пиратов. Я починил спутники, мы связались с лидерами семей и встретились на корабле фермера, где он рассказал им о своих планах. Одну из участниц переговоров пришлось уговаривать с помощью вот этой пресловутой системы убеждения. В итоге, уломав ее, мы начали зачищать систему от пиратов на наших кораблях вместе. И тут раскрылась боевая система в космосе. Сразу советую вкачивать управление кораблем. Это делает его гораздо более удобным в битвах, и дает им возможность управлять более крутыми классами кораблей. В общем, расправившись с пиратами в космосе, мы полетели на их базу на орбите, и взяли ее на абордаж, убив там всех толпой, не освободив таким образом систему. А вот это реально был крутой квест. Однако, ради справедливости, сразу скажу, что за 40 часов встретил только один подобный квест, где было довольно много космического геймплея. Я очень надеюсь, что мне просто не везет, и что подобных квестов больше. Еще иногда, просто классная ситуация, игра подкидывает на планетах. Например, когда я приземлялся на какую-то пустую планету, пошел по ней ходить, увидел корабль, который сел неподалеку. Я подбежал к нему, увидел там кучу вражин, всех расстрелял, зашел внутрь, перебил экипаж и забрал корабль себе. Не все корабли можно угонять, к сожалению. Однако, сам факт того, что так делать можно, это однозначный плюс. Ну и в городах я встречал много интересных квестов, например, где надо было работать на мафию и готовить нахоточки, кстати, осуждая максимально. Плюс в игре тимофракции, из-за них я пока особо не отыгрывал, но видно, что квесты это большие и хорошо сделанные. Короче, если вы любите стандартную беседковскую песочницу, немного кривую, где-то однообразную, но при этом богатую, атмосферную и красивую, эта игра для вас. Если вы хотите космос, полеты и так далее, то вам точно не сюда. Несмотря на все свои недостатки, игру нельзя назвать плохой. Это не Готи, совсем не конкурент Baldur's Gate 3. Но если вам нравится такая атмосфера, вы хотите большой мир для исследований, выполнять квестовые ветки и искать рандомные интересные истории, если у вас есть быстрый SSD и терпение пройти начало игры, терпеть экраны загрузки, ждать и скачивать моды с исправлениями стандартных проблем беседки, то эта игра может доставить вам немалую долю удовольствия. Получился такой Fallout 5 в космосе, но не более того. Отдельно скажу про русский язык. Уже есть почти полный русификатор на Zone of Games. Перевод машинный, но играть вполне себе можно, все понятно. Ну, я думаю, что играть для многих будет намного проще, чем на английском. Так что переживать за эту часть тут точно не стоит, качайте смело. Все, большое спасибо всем, кто досмотрел до конца. Ребят, поставьте палец вверх, если видео понравилось, было вам полезно. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этой игры. Подписывайтесь, конечно, на отличитель Лего. А на сегодня это все. С вами был Мородерс, тут вас Гигабайт. Жестких всем респектов. Йоу! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok